Держатели криптовалюты из Южной Африки, возможно, лишились в общей сложности 69 тысяч биткоинов, по текущему курсу стоящих 2,3 миллиарда долларов. Этому предшествовало загадочное исчезновение двух братьев-бизнесменов, Амира и Раиса Каджа, основавших одну из крупнейших в стране криптовалютных бирж. Как пишет Бламберг, в конце апреля, когда курс биткоина достиг своего пика, старший из братьев, главный операционный директор Африч Рыбтамир Каджи, сообщил инвесторам, что биржа стала жертвой хакерского взлома. Однако он попросил не обращаться к юристам и в полицию, так как это якобы усложнит возврат пропавших средств. Наименее доверчивые инвесторы все же наняли юридическую фирму, которая выяснила, все биткоины в кошельках клиентов были выведены через крупные майнинг-пулы таким образом, чтобы их невозможно было отследить. При этом еще за неделю до якобы произошедшего взлома сотрудники биржи лишились доступа к ее системам. Вероятно, речь идет об одной из крупнейших криптоафер в истории. Об инциденте сообщили в полицию и национальному финансовому регулятору. Однако начнется ли расследование, неизвестно. Формально расследовать нечего, так как по законам ЮАР криптовалюта не считается финансовым инструментом. На данный момент крупнейшим криптовалютным мошенничеством считается пирамида Ани Чен, запущенная в 2016 году гражданкой Болгарии Ружей Игнатовой. Она убедила миллионы инвесторов по всему миру, но прежде всего, в Китае, вложиться в новую криптовалюту, которая должна была стать конкурентом биткоина. Заработок аферистки и ее подельников оценивается в сумму от 4 до 15 миллиардов долларов. При этом саму Игнатову найти так и не смогли. Нельзя не вспомнить историю с японской криптобиржей mt.gox, на которую к 2014 году приходилось порядка 70% всех сделок с биткоином в мире. В феврале mt.gox прекратила торги, отключила свой сайт и начала процедуру банкротства. В компании объявили, что принадлежавшие клиентам в 850 тысяч биткоинов пропали и, вероятно, были украдены. Даже с учетом того, что 200 тысяч цифровых монет потом удалось отследить и вернуть, оставшиеся 650 тысяч по курсу на 24 июня 2021 года оценивались бы в 21,6 миллиарда долларов. По курсу 2014 года потери инвесторов mt.gox составили порядка полумиллиарда долларов.